Добрый день! Вы смотрите канал Телемикс и программу «Мои документы», которая работает как навигатор по услугам многофункционального центра. На этот раз раскроем услугу «Предоставление льготы на оплату транспортного налога». Ежегодно все жители нашей страны, в собственности которых имеется какое-либо имущество, обязаны платить налоги. Самый распространенный налог в нашей стране – это налог на транспорт. Однако государством определены категории граждан, которые получают льготу при оплате этих квитанций. Итак, разберемся, кто же может рассчитывать на подобное послабление от государства. Лица, имеющие звание Герой Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные Орденом Славы Трех Степеней, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной Войны. Необходимо уяснить один очень важный момент. Льготу человек может получить только при обращении в многофункциональный центр или в налоговую инспекцию. При обращении за услугой в МФЦ вам потребуются следующие документы. Заявление, паспорт заявителя или представителя и нотариальная доверенность. Эти документы необходимы в случае, если за услугу обращается доверенное лицо. Документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть удостоверение льготника или любые другие документы. Свидетельство о постановке на налоговый учет, иначе говоря, ИНН. Хочется напомнить, что перечисленные категории людей также могут рассчитывать на льготы по имущественному и земельному налогу. За более подробной информацией обращайтесь в офисы многофункционального центра. Найти нас несложно по следующим адресам. Всего вам доброго и до новых встреч! Мои документы на все случаи жизни! Субтитры подогнал «Симон»!